Всем привет! В сегодняшнем видео я буду рассказывать о том, как сделать дизайн B. Он немножко сложнее дизайна A, который мы делали в прошлом, но тоже достаточно легкий. Итак, у нас в нашей фотофакте две страницы с дизайном B. Вот тут. И почти в самом конце вот здесь. Мне будет удобно показывать на вот этой вот страничке, поэтому начну с нее. Итак, дизайн B представляет собой уже два горизонтальных кармана. Что нам нужно сделать? Мы берем нашу бумажку цветную. Опять же, любого цвета. Это я взяла вот тон в тон картону. Вы можете брать абсолютно любую. И отмеряем по вот этой вот части 19 сантиметров. Это нам пока не нужно. Пока отложим. Так вот, получилась и такая вот деталь. Теперь нам нужно отмерить 11 с половиной сантиметров и 9 сантиметров. Уже с другой стороны мы это отмеряем. Вначале 11 с половиной, а потом отмеряем 9. Оставшиеся вот такие вот кусочки мы ни в коем случае не выбрасываем. Они у нас достаточно большие. Вот тут вот останется аж 9 с половиной. Мы их будем применять для других карманов, которые тоже у нас будут в горизонтальном расположении. Оставшуюся бочку мы откладываем на потом. Так вот, у нас получилось сделать таких вот детальки. Мы берем большую деталь. И проделываем с ней все то же, что мы делали с карманом в дизайне А. И прикладываем ее, чуть пониже, чтобы так лучше видно кончики, чтобы они были одинаковые. И отмеряем. Снизу также отмеряю 1,5 сантиметра. Тоже будем дековать. Так у нас уже получилась деталь, знакомая нам по дизайну А. И теперь я хочу сделать вот этот нижний карман, чтобы он был немножечко скошенный. Буквально давайте отрежем где-то 6 сантиметров отметим вот здесь. И здесь тоже. Я сейчас прям придумываю эти размеры, поэтому у вас не могут совсем быть другие. Можно вот так вот сделать скос. Ну, то есть самый любой. Я отметила по 6 сантиметров с обоих сторон. И вот так вот сразу срезаю. Эти уголочки я опять вырезаю. И вот этот вот оставшийся уголочек тоже так же срезается. Теперь все сгибаем. Получается вот такой вот у нас карманчик. И приклеиваем его к нашей страничке. Все делается абсолютно точно так же, как и в дизайне А. Сначала приклеиваем длинную сторону, потом короткие. Можно еще так вот провести палочкой для беговки, чтобы она все хорошо приклеилась. И продолжим с нашей второй частью. Мы так же его замеряем, как и предыдущий карман. Но мы его делаем совсем чуть-чуть уже. Совсем чуть-чуть. Вот я буквально там, знаю, треть миллиметра делаю уже. Мы отмеряем только две стороны и бегуем только по двум коротким сторонам. Так же срезаем уголочки. Загибаем. И посмотрите, как мы его будем клеить. Нам нужно, чтобы он, во-первых, вошел сюда, во-вторых, вот дошел до нашего вот этого вот угла. Видите, он у меня не очень хорошо входит, поэтому я пробегаю еще рядом полоску, чтобы он чуть-чуть уменьшился. Чтобы это даст мне возможность все четко состыковать. Я просто так вот рядышком бегу и с этой стороны поднимаю ту часть бумаги, на которую, собственно, должно все уменьшить. Потому что загнуть на такую маленькую часть сложно. Теперь я еще раз проверяю. Теперь, видите, более четко стал ходить. Мне все равно не очень нравится. Мне бы еще чуть-чуть. Я поэтому прибегу с еще одной стороны. То есть со второй стороны я делаю точно так же. поднимаю. Поднимаю. Теперь он должен пройти хорошо. Так вот теперь вот меня устраивает. Я сворачиваю так, как он должен быть. И теперь можно клеить. Как мы это клеим? Сразу проклеиваем две стороны и вкладываем так, как нам нужно. При создании таких вот дизайнов, когда один карман выходит из другого, нужно обязательно перед тем, как клеить, все проверять. Потому что тут даже десятая миллиметра и он уже не войдет туда, куда нам надо. Так я вкладываю. И вот что у меня получилось. Естественно, конечно, можно было, наверное, вот этот карман сделать чуточку выше. Я внесу некоторые изменения в свои расчеты и в следующий раз на второй странице я буду делать карман не 9 сантиметров, как до этого вот я сделала. А я его сделаю где-то. Смотрите, давайте его сделаем 12,5-13. 12,5 будет лучше. Сейчас я сразу исправлю. Этот уже пусть остается вот так, а следующий будет чуть выше 12,5. Я проверяю, что ничего лишнего не приклеилось у нас. И теперь мы будем его декорировать краб-бумагой также, как и предыдущие. Тут можно взять уже два пестрых дизайна по бокам, а по краям вот эту полосочку сделать более спокойно. Итак, я забыла еще вам сказать, чтобы вы отложили два целых листа скраб-бумаги, которые подходят между собой, которые подходят друг другу для обложки. И их не трогали, не резали. Я вот выбрала вот эти вот два. Один вот такой пестренький и второй спокойненький, которые хорошо между собой сочетаются. Их я отложила и забыла пока о них. Тут у меня много двусторонних страничек. Я думаю, что бы мне сюда лучше подошло. На нижнюю часть я сделаю вот такой вот цвет. Что мы делаем? В принципе, я сейчас замерю. Мне кажется, что у меня должна подойти вот эта вот ширина к моей вот этой вот ширине. Я замеряю только по высоте, сколько мне нужно. А ширину я оставляю такую же, как вот тут отрезанную для предыдущего кармана A. То есть я отрезаю вот этой же ширины прямоугольник, только вот высотой, которая мне нужна. И так у нас получился такой вот прямоугольничек. Но еще нужно обрезать вот эту вот срезанную часть. Я прикладываю нашу бумагу. И просто отмеряю с этой стороны, с этой стороны столько, сколько нам нужно. И просто беру и отрезаю. Все. Никаких замеров, ничего. Все и так должно совпасть хорошо. Смотрите, я прикладываю. Все вот так, как надо. Теперь это можно приклеить. Теперь я хочу взять более спокойный дизайн, например, такой вот. И украсить второй наш карманчик. Делаю все точно так же. Сначала отмеряю столько же для вот этой части, сколько и на этой части. А по высоте, смотрите, он должен уходить за вот этот вот, получается, выступ. То есть до самого конца и даже больше. Где-то вот до сюда он должен быть. Значит, мы так и замеряем. Все. Теперь мы по нашим замерам вырезаем. И будем наклеивать. И осталось еще наклеить скраббумагу вот на эту часть. Мы опять можем взять яркую. Сейчас я посмотрю, сколько у меня есть. По ярче. Я могу взять прям вот эту же скраббумагу, только вот этого дизайна. С обратной стороны использовать. Так, мы должны это вот так вот приклеить. Вот я приклеила последний кусочек скраббумаги. И можно сказать, что мы закончили с вот этим вот дизайном. Смотрите, у нас получилось два горизонтальных кармана. Один из них маленький, а другой более глубокий. Смотрите. Теперь нам нужно сделать еще один такой же дизайн. У нас есть еще одна страничка звуков пайби. Только я хочу вам предложить сделать вот этот карман повыше. То есть отрезать вот этот кусочек не 7 сантиметров или сколько мы там, уже не помню, это все уже исправилось. Уже не помню, сколько мы отрезали. А отрезать его 12 с половиной. Этот кусочек будет столько же, а вот этот будет уже 12 с половиной по высоте. А так все так же. Я сейчас быстренько сделаю и покажу вам, что у меня получится. Итак, я сделала вот такие вот карманы. Видите, вот этот кармашек второй получился гораздо больше, чем в первом варианте. Мне даже так, пожалуй, больше нравится. Я себе ставлю вот эти замеры и напишу у себя в блоге именно их. И так уже у нас получилось 5 сделанных страничек нашей фотопапки. Так что мы медленно, но уверенно движемся к финалу. Это сложно поверить, но через определенное время тут все-все-все будет красиво, все будет заполнено. Она будет толстенькая. Вот. Я уже сама не дождусь, когда это будет. Если хотите, можете после того, как мы сделаем все карманы и все дизайны оставаться со мной на канале. Я буду показывать, как я буду ее заполнять, какие фотографии я буду вклеивать, каким образом, какие теги, как их оформлять. Так что, если интересно, оставайтесь и после создания самой папки. Впереди у нас еще много работы. Спасибо, что вы сомневались, что смотрите мои видео. Ну и, конечно же, вдохновения вам! Спасибо. Спасибо. Спасибо.